Новая жизнь для Старой Самары. В Рио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев и депутат Государственной Думы Александр Хинштейн встретились с теми, кто стоит на страже исторического зодчества и архитектурного наследия города. Обсудили вопросы исторического поселения в Старой Самаре и развития территорий. Уникальность исторического поселения Самары в том, что сохранилась вся планировочная структура Старого города, отметили на встрече. Слаженная работа общественников и властей позволит добиться поставленных целей. Я очень рад, что у нас в регионе Самаре есть команда неравнодушных, активных, инициативных и принципиальных людей. Верю, что у нас в регионе будет системная совместная работа в защите общественности и власти в интересах людей в развитии нашей любимой Самары. После презентации проектов развития городского пространства Старой Самары в Рио губернатор Вячеслав Федорищев прямо на встрече принял ряд важных решений и раздал поручения присутствующим. Поручение. Выберите, пожалуйста, из силы исторического центра один объект, который самый важный, самый значимый. Они все важны, но первоочередной. Мы возьмем на себя обязательство принципиально его в течение трех лет восстановить. Мы как правительство, команда правительства, те люди, которые неравнодушные, работают вместе с нами. Это всего лишь первый шаг, за этим будет стоять очень-очень много работы. Но мы это вместе будем делать вместе с вами. Помимо восстановления объектов архитектуры, важны механизмы их наполнения. Глава региона поручил собравшимся предложить варианты развития. По словам председателя ВАОПИК Самарского региона Нины Казачковой, результаты встречи превзошли все ожидания. У нас город-миллионник, и мы из их несколько всего таких городов в России, где столько деревянного зодчества, сохраненного. Понятно, что оно не новое, но ему 100-140 лет. Понятно, что им нужно заниматься. Но вот настал как раз такой счастливый этап, когда мы все с вами можем друг друга поздравить и начнем просто работать и заниматься. Цель исторического поселения – не превратить центр города в музей, а сделать его функциональным и привлекательным для туристов и потенциальных инвесторов. Галина Топилина, Константин Головин. События.